get fun на связи как и обещал на стриме делаю предобзоры по ранним крейсерам нидерландов ну а начать решил с 6 уровня к яйк даун по причине того что начиная именно с этого корабля вы получите основные фишки ветки и именно на этом корабле необходимо постараться суметь их реализовать ну а забегая вперед скажу что это не так уж и просто потому думаю что данный обзор должен помочь многим жмите лайк за выбор темы и если я с ней угадал ну а теперь за корабль живучесть с некоторыми оговорками можно считать сильной стороной крейсера во-первых тут запас живучести заметно выше среднего во вторых цитадель хоть и длинная но практически полностью расположена под водой так что многое мы танкуем сквозняками получаем мизерный урон по себе с попадания но есть конечно же но если попадания проходят через палубу на дальней дистанции то из-за масштабов цитадели криты нам все-таки прилетают ведь в такую цитадель промахнуться сложновато сладкая в живучести крейсера это конечно же маскировка на шестерке она еще не рекордной и потому линдер оставляет за собой первенство в этом параметре но откровенно говоря когда у вас заметность лишь немного выше десяти километров то только от вас будет зависеть будете ли вы вступать в бой или предпочтете скрыться в инвиз эта способность очень выручает когда вы попадаете в бои восьмерок за пример поведения такого сражения можете глянуть бой со стрима где благодаря этой характеристике я смог провести бой от открытой воды находясь в гуще сражения ну а чтобы не пропускать такие события и смотреть ролики и стримы по кораблям одними из первых неплохо был бы подписаться и активировать колокол но если говорить за комфортную живучесть я бы не сказал что ее одной хватает чтобы корабль заиграл яркими красками для этого необходимо чем-то стабильно наносить урон и получать удовольствие от постоянного вклада в процесс сражения но вот тут у кьякдауна самый большой недостаток наносить урон стабильно просто невозможно основное оружие тут 152 миллиметровое орудие и тут начинаете считать недостатки залп для 6 уровня слабый всего восемь стволов при этом скорострельность близ аутсайдерская восемь с половиной секунд ну и конечно дальность льбы некомфортные четырнадцать с половиной километров этот параметр конечно можно сгладить взяв корректировщик но тут вспоминаем что в дистанционном сражении этот нидерландец уже не так лихо танкует сквозняками и может пострадать при попадании при этом ттх самих снарядов и ничем не выделяются на уровне фугасы похожи на французские бронебойки просто непонятный картон скорость снаряда конечно отличная но конвертировать ее в урон очень сложно в итоге по всем фронтам артиллерия слабая и забегая вперед думаю что именно в этом параметре корабль буду тапать а апать его нужно ведь без влияния на ход боя корабль больше похож на туристический лайнер на котором можно катаясь меж островов наслаждаться красотами сгладить такое серое пресное гк наверняка должен был авиа удар но тут разработчики накосячили не буду негодовать на тему его слабости ведь срано было бы если сразу на шестом уровне он разрывал линкоры но вам стоит помнить что и самолетов тут мало да и бомб кот наплакал потому если нанесете большой урон то очень даже повезет но это наверное даже не самый большой недостаток я негодую в основном из-за того что авиаудар имеет дальность меньше радиуса засвета в итоге и можно спокойно пользоваться только в дымы или через острова а таких моментов бою попадаются не так уж и много потому получается что сгладить слабый гк нам просто не чем особенно если противник не торопится идти в атаку не торпед невразумительного второстепенного вооружения ничего ну а апогей этого безобразия чувствуется в боях восьмого уровня где мы вроде живем комфортно но практически не дамажим так как наша артиллерия не пробивает обшивку линкоров и это в целом плохо сказывается на стабильности домашки в качестве приятного нюанса должен заметить хорошую баллистику которая помогает из картониума нашего уровня без труда доставать цитки в борт и на том же самом стриме так уж получилось было сражение на 15 цитаделек которая меня крайне порадовала ну там отдаешь шо ж ты бортом то танкуешь а кстати а есть туда октябрина есть знаете что мне нравится так ну что такой быстрый зараза пинк отпускай ну здрасте приехали как смогли друзья раздали над над на 3 фрага на 15 цитадели мне кажется даже брать но это был только лишь один такой бой а если говорить по длинной серии то этот крейсер может похвастать только лишь по сути шикарнейшем пво оно реально очень неплохое и думаю что за последнее время это один из самых мощных пво крейсеров песке что я катал даже без ручки оно сбивает будь здоров из-за космического постоянного урона бафорсов но даже тут есть ложка дегтя дальней ауры по сути нет и разрывов нет потому пво работает только лишь на дальности три с половиной километра что не мешает авику делать на нас заход а с нашими габаритами торпедоносцы вполне способны потрепать наши нервы ну а теперь перейдем к прокачке тут я просто перенес свой билд с девятки и готов сейчас попробовать отстоять его в условиях шестого уровня как показала аоба даже в этом сражении бронебойки тут не для красоты и такие моменты упускать нельзя так что начинаем с перезарядки ибо большую часть сражения в стволах фугасы а подгадать с нашей скорострельностью момент для цитадельного залпа не так уж просто ну а на high level это будет практически невозможно потому перк этот пригодится в дальнейшем еще больше вторая ступень конечно же пожары ибо пожары наше все и хоть сейчас это чувствуется слабо но только благодаря прокующим изредка пожаром я сумел на этом крейсере выйти в средний урон уровня по аккаунта уверен что если бы променял пожары на инерционку и попытался давать все-таки прямой урон пробитиями то у меня вряд ли бы это вышло причиной тому огромный список недостатков этой артиллерии у которого нет ни дпм не веса залпа не дальности и это все для геймплея закликователя не очень хорошо потому на третьей ступени я бы взял борьбу за живучесть дабы подкрепить свою комфортную жизнь а потом бы ушел на маскировку интендант и отличник артиллерии для 6 уровня практически бесполезны и они не имеют тут особой роли но опять же эти перки необходимо выкачать для того чтобы позже не страдать это я вам покажу в обзоре на девятку ссылочку кстати на обзор можно найти в подсказках но если уж вам очень хочется на шестерку своего отдельного кэпа то вместо этих навыков берите перки на пво и отчаянный и вот тогда у нас получится самая лучшая пво баржа мечты модернизации тоже классика ничего неожиданного так что тут особо разжевывать не буду в итоге по кораблю думаю что все-таки это проходняк урон о нем делать сложно а это в игре про перестрелки значит многое потому рекомендую пройти этот корабль малой кровью обмазавшись экономическими сигналами и камуфляжами в тактике больше стараться играть от охотника за эсминцами лучше всего в поддержке союзных эсминцев благо есть и баллистика и габ и маскировка которые в случае чего помогут закончить дело с дымной заразой ну а если эсминцы побеждены то постарайтесь играть в охотника за крейсерами благо эти занятия дают много опыта и этот крейсер скорее всего вы проскочите быстро ну а на этом буду закругляться пишите в комментариях свое мнение по этому кораблю и обязательно подписывайтесь на канал если вам понравилось это видео ну и спасибо за ваше внимание на этом все пока пока и успехов в рандоме спасибо за просмотр! спасибо за просмотр!